Друзья, привет! Вы снова на канале Села Спорта. У нас спорт сейчас на карантине и мы снова в зуме пишем интервью. Мы поняли, что вас больше интересно, что же делают наши армрестлеры на карантине. Поэтому сегодня у нас Игорь Окара, который расскажет, как он тренуется, как он готовится к ТОП-5. Игорь, привет! Как приходят у нас на карантине? У меня все хорошо на карантине. У меня, можно сказать, ничего не изменилось, сравнительно с тем, как было до карантину. Так как я проживаю за городом, я себе купил стиль, струбцину. У меня все есть, в принципе, для тренувания. Руськи, от Мазуренко, эквипмент, резинки. И поэтому я полностью занимаюсь, сейчас готовлюсь. То есть по тренувальному процессу, в принципе, ничего не изменилось? Зал тебе не нужен? Так, так, почти ничего не изменилось. Ну, конечно, хотелось бы там в зал сходить, иногда что-то поработать, кроме армрестлинга. Ну, прав для армрестлинга. А так, в принципе, все хорошо. Но важно, чтобы иметь хотя бы в тиждень хотя бы одну сутку где-то там, или с кем-то. Я, честно говоря, не спарингую. То есть, я, возможно, там раз в год где-то спарингую, а так. Скажи, пожалуйста, ты нашел этот тренера для себя? Так, на данный момент мы занимаемся с Ромой Рябцевым, из Запорежья. Он мне помогает в тренувальном процессе. Мы с ним постоянно на связи. То есть, готовимся сейчас с ним. Після первого нашего видео, которое вышло в понеделок, у нас очень много комментариев было про то, что для чего вообще говорить про ТОП-8? Его перенесли и вообще не факт, что оно будет происходить влитку. Чи есть какая-то информация уже за тиждень оновлена? Будет в червне, не будет? На данный момент у меня пока еще нет информации, будет или нет. ТОП-8 я надеюсь, что будет. А с такими вопросами, я не знаю, это, может быть, до президента ПАЛ-УСА Игоря Мазуренко нужно обратиться. То есть, с вами пока что вы спокойно для этого готовитесь? Пока что, да. В нормальном режиме готовимся, а там увидим, как оно получится. А ты себе прошлого года ставил за задание пробиться в ТОП-8? Или что ты в перехидном поединке выиграл и пройшел стал невеликим сюрпризом? Можливо, невеликий сюрприз, но ездя на золотой тур, я надеялся, что я смогу подобраться, как минимум, в перехидный поединок, а потом уже в ТОП-8. Ну, то есть, были такие надеяния и надея, что я смогу подобраться. Я думаю, как и много других читал твой пост, там, в 80-е годы увидел, что такое Армспорт, в 11-е годы решил попробовать, не выиграл, не выиграл. Нарешті выиграть чемпионат Украины, тут ничего, ничего нет в Европе. И тут раз ты в ТОП-8. В чем твоя особенность? Чего ты так сильно добавил в последние два года? У меня был перерыв в 18-е годы, я на чемпионат света поехал в Анталию, и потом я думаю, так, если я плохо выступлю, я, возможно, даже буду завершивать с карьерой. Я выступил в Пагано, не помню, який там 15-й, возможно, оставил где-то там. И где-то практически год у меня был перерыв, я не делал ничего по Армреслингу, почти в зал вообще не ходил. А потом в один момент я все-таки, ну, все-таки воно хочется, хочется заниматься этим. И думаю, открывается ТОП-8 в 95, чому бы не попробовать свои силы. И по трошку я подготовился там, я не сильно готовился, возможно, месяца два, не больше. И все-таки вийшло в меня выбраться. Ты задоволен жеребкуванием первого этапа? Складно сказать, это уже будет видно после первого этапа, задоволен или нет. Но там, кто бы не выпал из первой четверки, было бы очень сложно в любом случае. То есть кто бы там не выпал. Ну, выпал Ангарбаев, так Ангарбаев. Как ты реагируешь, когда говорят, О, Кара, это новачок, молодой, еще не знаем, как борется. Ну, наверное, он будет среди аутсайдеров. Ты готовишь дать бой лидеру? Да, конечно, конечно. Готуемся дать бой, я не знаю. Готуюсь на Ангарбаева, звичайно, он известнейший, там, в нього досвід серед професионалів уже великий, сильный спортсмен, и даже 105+, он четвертое место занял в минулому році. Но если не верить в себя, то зачем, зачем, зачем тогда готовиться, взагалі? Такий невеличкий прогноз будет от тебя. Бабаев, Олейников, кто фаворит? О, это, я бы сказал, может быть, даже равная пара. Но, так как Бабаев очень опытный, я с ним спарингировал последний раз два года назад, он мне тогда очень сильный, поэтому я думаю, что и опыт, и... Ну, я думаю, что Бабаев все-таки победит. Бризенк, Данікян. В этой паре все зависит от Бризенка. Как он подготовится, будут ему давать травмы, не будут давать, как он вообще после такого перерыва будет, может, он ему заводит подготовиться. Поэтому я думаю, что все зависит от Бризенка. И Петренко, Раймондс. Ну, в Петренко, я думаю, с запасом должен выиграть. Ну, не знаю, возможно, Антонович что-то подготовит, что всех удивит, но для меня Петренко должен выиграть достаточно. Что я напоминаю, что у тебя был опыт победы над Петренко? Так, мы еще по юниорах встречались в 2015 году на чемпионате Украины. В финале мы боролись с ним. Тогда мне удалось перемогать, но в последние годы Петренко сильно добавил. Я бы сказал, что очень сильно. Поэтому, не знаю, в этом году он вообще очень-очень сильный. Фавориты топ-8 сейчас, 95 кг, на твою думку. Три, кто будет точно бороться за победу. Три, думаю, Петренко будет бороться за победу, Бабаев. А третьего я не могу назвать. Складно. Взагалі вся четверка из чемпионского пола, как на меня, приблизно равна. В дичем один сильнейший, в дичем другий сильнейший. Но приблизно равна, как на меня. У всех, или почти у всех, на карантине проблема с вагой. Тих, кто великий, иногда просто м'язь, взлетает. Мне можно поддерживать, кто меньше, набирая взагалого. Как на меня с вагой все стабильно. У меня приблизно месяц, месяц тримается 100 кг, равна. Ни килограмм туди, ни килограмм туди. У меня даже такой карантин, что я и на работу ходу. У меня практически ничего не изменилось. Поэтому и вага не скакает. Особенность топ-8, что тут 6 раундов. Ты можешь сильно выступить в первых двух, но все равно програти. Как на тебя влияет это 6 раундов? Как тебе лучше, как тебе лучше? 6 раундов. У меня был опыт 6 раундов с Ренесом, когда я в первых двух поединках боролся. И я тогда понял, что это совсем не то, как бороться в ситте. В 6-раундовом поединке нужно больше выносливости. И нужно подходить прямо под соперника. То есть, враховывать все там аспекты, вообще сложнее. Складнее, чем все эти бороться. Поэтому сейчас больше я готовлюсь до 6 раундов, чем до Ангарбаева. Я понимаю, что ты точно много анализируешь своих соперников. В чем твоя преимущество над соперниками? В чем особенность борьбы? В чем ты неудачный? Я, честно говоря, не знаю, так как я с собой не боролся. Я не знаю, как. Не знаю. Можливо, тем, что я могу и в крюк поборотися, и вверхом, и вбок. То есть, возможно, это неудачно. Это как раз для 6-раундового поединка добре, потому что можно перелаштовывать. Да, да, конечно. С другой стороны, если с Ангарбаевым, то Ангарбаев так же, что вверхом, что в крюк, что вбок, так же борется. И три поради, как нашим глядачам тренироваться дома, что выкористовывать. Потому что там много кто говорит, что в воду, кто-то там нагружает витро с чем-то и поднимает. Главное, это фантазия. Что-то придумывать и мотивировать себя, что-то делать. Если нет возможности ни резинкой заниматься, ни чем, все-таки можно придумывать что-то с водой, с разными предметами дома. Главное, это фантазия и желание. Главное, это фантазия, которые мы сегодня называли в первом раунде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова